Провалы. Вот реально то, что мы имеем, то, что мы имеем сейчас на Украине, в Новороссии, это колоссальнейший провал, который замазать можно только, ну, я не знаю, как его замазать. Была сделана ставка на то, чтобы договориться с Украиной, был написан план, видимо, ну, или он не был написан, или он был на словах, о том, что мы возвращаем в Украину в составе две автономии, Донецкую и Луганскую во главе с нашими, как бы, ставленниками, да, я говорю, что, что там, возвращаем, за это Украина, как бы, де-факто признает переход Крыма к России, и потом мы начинаем постепенно возвращаться на круги своя, вот, санкции начинают постепенно отменяться, и все становится, как бы, как было, плюс Крым, все, что было, плюс Крым, вот. План замечательный, вот, еще он чем был, ну, замечательный в кавычках, конечно, чем он еще был, конечно, силен, тем, что, если Донецк и Луганск возвращаются в виде автономии, Украина по факту становится федеральным государством, федерализируется, и, соответственно, таким образом ставится предохранитель на ее вхождение в НАТО. Россия получает в виде регионов, автономных регионов, союзников, рычаги влияния на Киев, то есть, и все снова успокаивается, тихо, спокойно, можно дальше ездить в Ниццу, можно дальше летать в Лондон, можно дальше выводить деньги, продавать ресурсы, зарезанную бумагу, которую, опять же, можно отправлять обратно в швейцарские банки. Вот, а в этом плане все вроде было логично, кроме одного, забыли согласовать с Киевом, ну, со всеми согласовали, а с Киевом забыли, а у Киева одна, в принципе, капитуляция все или ничего, полная капитуляция России, полная сдача Новороссии, никакого статуса русскому языку государственного, Крым обратно, еще платите нам, а еще мы обязательно пошлем своих боевиков с Майдана в Москву, хулиганить к вам на Болотную, там, или на Манежную, или еще куда-то, даже не сомневайтесь, пошлем. То есть, по факту, полный провал, 4 месяца назад, когда украинские войска выходили из подчинения, готовы были идти на Киев свергать Порошенко, это по радиоперехватам проходило много раз, когда был брошен без гарнизона Мариуполь, Волноваха, который сейчас взять не могут, 4 месяца назад наступление было остановлено в рамках реализации данного плана. Что мы получили? За эти 4 месяца украинские войска усилились втрое, они сейчас намного сильнее, чем были они в августе-сентябре, население Украины еще больше зазомбировано, решимость воевать у Украины нисколько не уменьшилась, на Украину пошли потоки западной техники, причем достаточно современной, в первую очередь радиоэлектронной, которой в ополчении вот в принципе даже нет. Поехали советники, поехали ЧВК, поехали волонтеры те же самые, польские целые уже подразделения из них состоят. НАТО готовится вводить все новые санкции, то есть мы имеем всю ту же самую ситуацию, которым или осенью только раза в три хуже. То есть станцевали на граблях, весной не ввели войска, не защитили Донецк, Луганск, первый раз на грабли наступили, сейчас наступили второй или третий уже. То есть танцы на граблях продолжаются, это провал.